В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Мощный взрыв произошел сегодня с утра в селе Степное Лиманского района. Там взорвался и загорелся частный дом. Вероятная причина происшествия утечка бытового газа. Пожар охватил около 100 квадратных метров. Его удалось ликвидировать за полтора часа. В результате трагедии погибли два человека. Сегодня 20 февраля 2017 года в 10 часов 16 минут на оперативный пульт оперативно-координационного центра главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о взрыве с последующим горением одноэтажного дачного домика в дачном кооперативе Калинкарновского района. К прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что дом полностью отхвачен огнем, проникнуть в дом не было возможности. Было подано два огнетушащих ствола. Также со слов соседей установлено, что в доме могут находиться пожилые люди 52 года рождения. В настоящий момент пожар ликвидирован, производятся работы по поиску возможных пострадавших. В настоящий момент причина возгорания, а также возможного взрыва устанавливается оперативно-следственными мероприятиями. Губернатор Максим Степанов озаботился судьбой олимпийца. Глава департамента семьи молодежи и спорта заявил, что во главе спорткомплекса стоят некомпетентные люди без профильного образования. И вновь предложил кандидатуру известного спортсмена Юрия Белонога. Когда назначался руководитель олимпийца, я предлагал олимпийского чемпиона с профильным высшим образованием, человеку, у которого есть авторитет Юрия Белонога. Эта инициатива не была поддержана. И мы даже митинг делали. Человек 300 приводили под областную администрацию, вели переговоры с главой областного совета. Все у вас в каких-то митингах, криках. Це ничего смешного я не сказал. Ну, это единственный путь, который я видел. Это шлях, это шлях. Який в ваших диях не призвлив до жодного нормального вырешения питания. У нас есть понятная процедура. Эта процедура не предполагает митинги, крики и все остальное. Эта процедура предполагает проект решения, вносится на соответствующую правильную комиссию, кандидатура обсуждается и выносится в зал и голосуется. Давайте начнем соблюдение этой процедуры. При этом Максим Степанов не высказал своего отношения непосредственно к кандидатуре Белонога. Вячеслав Березуцкий обещал от департамента спорта подать соответствующий проект решения до конца дня. Я напомню, что сегодня последний день подачи проектов решений на будущую сессию областного совета, которая состоится 17 марта. Сегодня руководители города и области почтили память героев Небесной Сотни. Высокие чины под дождем возложили цветы к памятному знаку возле облгосадминистрации, где должен в скором будущем появиться памятник 106 погибшим героям Евромайдана. Мероприятие закончилось символически государственным гимном в исполнении военного оркестра. В военно-историческом музее открылась выставка под названием «Новейшая история». В экспозиции представлено более 50 экспонатов, которые посвящены современной истории военно-морских сил. Эта экспозиция дадает возможность всем уведомочкам ознайомиться с историей, с развитой флота, с достигнутыми, с горечными страницами нашей истории, связанными с весной 2014 года и с всеми, что происходило в дальнейшем. Я надеюсь, что это будет интересно и уверен, что эту экспозицию мы, конечно же, будем еще наращивать, доводить до, скажем так, до какого-то уровня досконалости. Но всех приглашаю ознайомиться с этими стендами. И, конечно, на мете мы имеем среди других вопросов, чтобы молодь, которая сегодня сюда будет приходить, и в дальнейшем, выявила интерес, вступала в наших военных научных закладах, вставала в защиту Украины с морского направления. Перейдем к новостям спорта. Чемпионат по греко-римской борьбе памяти Толмачева прошел в спортивном комплексе Международного коммунитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Первое место в командном зачете досталось борцам из Одессы. Все подробности далее. Греко-римская борьба – один из самых первых в истории видов спорта. В народе этот вид называют классическим стилем. Юношам борьба помогает развиваться гармонично. В турнире памяти бывшего циркового борца Ивана Толмачева участвовали ребята в возрасте от 10 до 17 лет. Ну, дуже важко было. Були важкі суперники. И бажаю всем своим суперникам дальний перемог. Всего в чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из разных уголков Украины и ближнего зарубежья. Спортивный комплекс Одесского Международного гуманитарного университета принял команды из Луганской, Николаевской областей, а также в Приднестровье и Молдовы. Мы сейчас находимся в замечательном зале спорткомплекса Юрокадемии. Тут проходит открытый всеукраинский турнир, посвященный основателю греко-римской борьбы на Одессине Толмачева Ивана Григорьевича. Очень хороший зал, очень-очень понравилось. Думаю, в дальнейшем только развивать и планировать больше турниров в городе Одессе. Золото в командном зачете досталось сборной Одесской области. Дмитрий Богомолов, Роман Клеин, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Не стала олимпийской чемпионки Надежда Ализаренко. Она больше года боролась за жизнь с неизлечимой болезнью бокового амиотрофического склероза. Именно для поиска лекарств от этого заболевания во всем мире собирались средства во время марафона Ice Bucket Challenge. Надежда Ализаренко прославилась мировым рекордом в легкой атлетике на дистанции 800 метров во время Московской Олимпиады. Также Надежда установила рекорд в командной эстафете в 84-м. Прощание с легендарной спортсменкой состоится во вторник, 21 февраля в Доме офицеров в 11 утра. Ну и на этом пока все. Оставайтесь с репортером. До скорой встречи.